шалом уважаемые дамы и господа с вами раввин алекс артовский марина роща москва мы продолжаем тему каббала и строения миров и сегодня начнем разбирать с вами такое понятие как ор-эйнсов свет бесконечный безграничный из предыдущих уроков мы помним что творец представляет собой истинную реальность все остальное ложная реальность отсюда возникает вопрос как вообще возможно существование чего-то кроме бога как ложь может существовать чтобы ответить на него мы более глубоко войдем в такое каббалистическое понятие как пор известно что божественная сила которая исходит и распространяется от всевышнего она ощущается в этом мире называется свет и несмотря на то что этот термин свет или ор он предусматривает некие рамки некое определение а творец безграничен в любом случае это единственное что передает и раскрывает истинную сущность всевышнего ощущаемую в нашем материальном мире свойство ор или свет она может передавать в точности природу и свойства светил от которого она исходит есть еще свойства света когда он присоединен к своему источнику и в тот момент когда свет отделяется от источника он тут же исчезает в свете нет изменения то есть его качество всегда чисто духовно и в нем нет маленького или большого подобно свету солнца который светит в равной степени в большой комнате или маленькой но есть одно но свет только распространяется по-разному например в большом помещении он сильно распространяется в маленьком слабо но его сущность остается везде и всегда одинаковый еще одно свойство света он исходит от источника от светила он только отблеск этого светила он не влияет на само светила то есть не изменяет его и теперь в отношении творца мы видим что он распространяясь по мирам распространяя свой свет даруя его мирам он ни в коей мере не изменяется вот это распространение не уменьшает его не изменяется делает его каким-то изменен мы видим с вами что он вот этот божественный свет имеет еще одно свойство он распространяется сам по себе без каких-либо усилий почему потому что это соответствует природе самого светила самого того кто его породил например авкабала очень часто приводит сравнение между светом всевышнего и светом солнца написано что солнечный свет распространяется без малейшего усилия со стороны солнца ибо такова природа солнца здесь необходимо отметить очень важную вещь несмотря на сходство этот пример которое мы говорили что свет творца и свет солнца есть между ними сходство мы видим большое большую разницу солнечное излучение очень напоминает бесконечный свет всевышнего но этот свет излучаемый солнцем он исходит из него без всякого выбора и желания сам по себе потому что так создано солнце кем она создана всевышним всевышний дал ему приказ излучать цвет она изучает выбора у него нет но всевышний же излучает свой свет по своему желанию распространение ораньцов зависит от желания бога и в его праве дать кому-то этот свет или не передавать то есть в обыденной жизни каждый из нас получает влияние вот этого ораньцов одним словом раскрывает творца на своем уровне есть человек который заслужит больше всевышний даже чтобы больше этого света заслужит меньше получит меньше и это не сравнимо со светом солнца когда человек покупать билет едет в крым или в израиль или в другую солнечную страну и получает этот цвет передача ораньцов для нас для нашего мира зависит от желания творца шалом шалом